Друзья, всем привет! Меня зовут Лена и вы на моем канале. Сегодня мы приготовим вот такое красивое красочное блюдо под названием Рататуй. Для этого блюда нам понадобится 1 баклажан, 1 кабачок, соль, перец, 1 луковица, чеснок, перец, 4 помидора, олимповое масло и приправы. Это базилик, орегано и тимлян. Все ингредиенты предварительно мы помыли. Сейчас мы очистим их. Перец, лук, чеснок. Также отрежем позоножки от баклажана и кабачка. В первую очередь мы будем готовить соус. Для соуса нам понадобятся приправы, 2 помидора, перец, лук, чеснок, соль, перец и олимповое масло. А вот 2 помидора, кабачок и баклажан мы откладываем в сторону. С 2 помидор, которые мы оставляем для соуса, нам нужно снять кожуру. Для этого мы кипятим воду в сотейнике. В помидорах делаем вот такие небольшие надрезы. Колим наши помидоры. И другую также. Берем наш сотейник с кипящей водой. Погружаем сюда наши помидоры. И ждем 5 минут. Очищаем наш лук. И дальше очищаем наш чеснок. Вот мы очистили уже лук и чеснок. Чеснок отставляем в сторонку. А лук нарезаем. Мы уже приступаем к готовке соуса. Нарезаем наш лук кубиками. Размер кубика не имеет значения, потому что мы в конце будем наш соус взбивать в блендере. Так делаем наш соус. Сковородку разогреваем. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Вы можете взять подсолнечное. Добавляем к маслу лук. И жарим до золотистой корочки. Пока у нас жарится лук, очищаем наши помидоры. Вот так легко снимается кожура, когда помидоры побыли 5 минут в кипятке. Очищенные помидоры нарезаем так предварительно. Не сильно большими, не маленькими кубиками. Уже золотистый. Добавляем наши помидоры. Мешаем. Закрываем крышкой и продолжаем тушить. Дальше мы очищаем наш перец. Просто разрезаем по срединке. Убираем семечки. Убрали семечки. Дальше нарезаем. Сначала вот так, полосками. А потом небольшими кубиками. Дальше мы измельчаем чеснок. Подберем 4 из 5 зубчиков. И тоже вот так нарезаем кусочками. Ну вот, измельчили мы наш чеснок. Вот такой ароматный соус у нас получается. Добавляем сюда наш чеснок. Солим. Перчим. Дальше добавляем базилик. У меня это приправа. Можно брать свежий. Вот так на глаз. Где-то 1 треть чайной ложки. Дальше орегано. Все эти приправы и тимян мы добавляем для аромата. Если вы какую-то из приправ не очень любите, можете не добавлять. Или у вас, к примеру, нет какой-то приправы. Дальше мы все мешаем. Мне тут не хватает сока. Поэтому я добавляю водичку обычную. И сейчас я отправляю еще на огонь на минут 5-7. Потом мы это все оставим остывать. И когда остынет, перебьем в блендер. Пока соус у нас остывает, не забываем, что у нас еще есть ингредиенты. Это кабачок, баклажан и 2 помидора. Сейчас нам нужно вот эти овощи нарезать приблизительно одинаковыми кружками. Сначала кабачок. Отрезаем в не нужной части. И дальше нарезаем. Продолжение следует... Вот такая красивая нарезка у нас получилась. Стараемся, чтобы кольца были не сильно толстые и приблизительно все одинаковыми. Дальше мы остывший соус засыпали в блендер. Сейчас будем взбивать. Вот такой красивый, ароматный соус у нас получился. Дальше у нас самое интересное. Запекать наш рататой мы будем вот в такой форме. Вы можете взять любую другую, керамическую, стеклянную, может даже есть квадратная. Не имеет значения. Вот наш соус. Выкладываем в форму. Распределяем. Дальше мы будем выкладывать наши овощи. Что мы делаем? Берем вот так кабачок, баклажаны и помидор. Ставим сюда. И дальше мы по очереди снова выкладываем. Дальше мы будем выкладывать наши овощи. Дальше мы будем выкладывать наши овощи. Смотрите, вот такая красота у нас получилась. Сейчас нам нужно еще выдавить вот этот чеснок через чеснокодавку, смешать с маслом и помазать сверху. Дальше мы вот эту красоту накрываем. Открываем фольгой. Так прям запечали. Отправляем наш ротодой в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Через 50 минут мы снимаем фольгу и еще 15 минут допекаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...